Друзья, всем привет! Сегодня снимаю видео о моих тинтах. Я в прошлое видео снимала о моих кремовых тенях, кто не смотрел, посмотрите. И я обещала снять видео о тинтах. Прошло 2 недели, я болела, поэтому простите, но обещание выполняю. Кому интересно, оставайтесь со мной. Это видео о тинтах. Буду показывать основные, которыми работаю. У меня очень большое количество, конечно, не все, но ходовые покажу. Что такое тинт? У многих, кто не занимается визажем или новички в макияже, возникает такой вопрос, что такое тинт. Прежде всего, тинт это жидкая кремовая тень, которая выглядит как помада жидкая, либо как консилер. Также это может быть либо специально созданный продукт производителем. Итак, для чего же нужны тинты? Прежде всего, для того, чтобы создавать подложку под основной оттенок теней. Для того, чтобы основной оттенок теней либо лучше держался, либо ярче, либо все вместе. Вы скажете, можно же использовать базу под макияж. Да, но база, она чаще всего просто телесная, либо прозрачная. И она не всегда создает определенный оттенок. То есть, вы хотите, например, использовать зеленые тени, чтобы они были намного ярче. На базе этого можно добиться, но на тинте это можно добиться гораздо быстрее и легче. Для этого вот и существуют различные тинты. Не только бежевый, там розовый, но и синий, зеленый. Давайте перейдем к тинтам. Самые-самые, наверное, первые тинты, которые появились, это были тинты от Arma. У меня есть еще и старая версия, вот такая старая версия. Тинты, которые были нашумевшими, они набрали огромную популярность. И все скупали эти тинты, хотя они не дешевые. То есть, Armani это достаточно, в принципе, небюджетный бренд, дорогой, высокого качества. И поэтому невозможно было скупить все тинты. Дешевых, бюджетных, как сейчас, большое количество не было. Но вот я могу сказать, что они были такие основоположники, во всяком случае, в России. Насколько я знаю, в России и в Беларуси, Украине тинтами пользуются огромное количество людей. Наблюдая визажистов из других стран, они практически не пользуются тинтами. Гораздо меньше, чем мы. Мы просто их в хвостогриву используем. Европа, Америка, они практически либо на тон, либо на базу. То есть, у них основной... Да, как я говорила, что в Европе, в Америке в основном тинтами не пользуются. Не знаю, по какой причине. Нет такой популярности. Может, кто-то пользуется, но не так, как у нас. В России это просто бум. Ну, на тинтах строят все и форму, и это как подложка. Поэтому, да, у нас очень популярна эта тема. Итак, первые это Армани. Сейчас я покажу, в принципе, какие у меня раньше были. Да, первые это Армани. Они выглядели так, а сейчас они уже выглядят... Вот, меняли им упаковки. Выглядит так. Мне кажется, эта упаковка намного удобнее. И качество стало гораздо лучше. Несмотря на то, что раньше качество тоже классное было. Они очень тоненькие. Они не скукоживают века. Чем они и привлекали многих, что можно использовать и на возрастное веко, и на какое-то тонкое веко. В отличие от, например, помад. Потому что помады для губ жидких не всегда можно использовать на возрастное веко. Они могут сушить кожу, стягивать. В общем, некрасиво будет выглядеть. И вот эти тинты в новой упаковке, они стали немножечко более кремовые. Не такие прям тонкие, жидкие. Но, в принципе, основная формула у них осталась такая же. То есть они не скукожат века, хорошо держатся. Они стягивают, не сушат века. И, в принципе, вот эти оттенки, они остались и в этой формуле. То есть и в этой упаковке только добавились еще большим количеством красивых оттенков. Самый один из самых моих, наверное, любимых. Это 11 оттенок. Вы видите вот здесь на камере. Я думаю, что приближать не нужно. Видно. 11 оттенок. Очень красивый таупово-персиково-розовый. Даже тауповый персик, я бы сказала. Он у меня очень ходовой. У меня, по-моему, второй уже даже тюбик. Я использовала его на невестах. Это у меня был хит прошлого года, кажется. Потому что он дает невероятно красивый оттенок. Такой вот. Просто даже не передать словами. Красивый сейчас покажу вам. У меня еще старая версия. Но обязательно буду в новой покупать, когда этот закончится. Я думаю, видно. Но на руке, конечно, это непонятно. И я перекрывала сверху каким-то красивым спарклом. И это просто очень-очень красиво было навеки. Вот такой оттеночек. 11 в большом формате. То есть в новом формате он тоже есть. Такой бежевый немножко. Такой прохладный беж. И с персиком. Очень красиво. Еще из Армании. Самый мой любимый. Это 11 оттенок. Его тоже у меня было порядка 2-3 упаковок. В новой версии. Как ты закончишься в этой версии обязательно возьму. Потому что это один из самых-самых моих любимых. Ну, вы видите, наверное, оттеночек, который я люблю. Это сливовый. Коричнево-сливовый. В Шарлотте у меня есть кремовый цвет. Мона Лиза. Мона Лиза тоже очень похож на этот оттенок. Но этот оттенок у меня самый первый из кремового сливового. Еще 3 оттеночка. И где-то у меня еще один оттенок. Девятка завалился. Очень мой любимый уже он заканчивается. Это 12 оттенок. Такой нежный. Невестинский. Такой просто светлый перламутр беленький. Единственное, какие жалобы были у многих людей, кто пользовался этими тинтами, что они быстро высыхали. Ну, в принципе, можно... Вот я разбавила 12. Сейчас покажу. 12 оттеночек еще у меня прям долго. 12 оттенок. Посмотрите, он такой красивый. Цвет шампанского. Очень-очень такой интересный. Но уже в новой серии вышло несколько оттенков, похожих и с микроблесточками. И с разным оттеночком. То есть, вот не просто шампанское, там чуть бежевее, розовее, с блесточками. Очень много оттеночков. Поэтому 12 он был такой основополагающий хит. Но можно еще и другие оттеночки поискать в Армании, которые еще даже более интересные. Два оттенка. Один такой прохладный. Очень мне нравилось делать холодные оттенки сероватые. На этом тинте это у нас оттенок 7. Семерка. Тоже он, конечно же, перевыпущен. Он у меня еще есть и не высох. Поэтому все отлично с ним. Такой холодный серо-голубой. Ну, не серо-голубой, серо-сиреневый даже. Но на нем красиво серые макияжи строить. И второй такой холодный хаки серо-сиро-зеленый. Пятерка. Вот такой тоже красивый оттенок. Тоже мне очень нравится. И на себе, несмотря на то, что у меня головы и глаза. Я очень люблю вот такие оттенки. Они красиво смотрятся и на головы глазах, и на зеленых, и на карих. Такие прохладные красивые оттенки. Тоже перевыпущен, тоже есть этот оттенок. Мой любимый. Видите, они очень тоненькие. И отлично они тянутся, растушевываются. Именно поэтому их очень любят. Потому что они легкие в использовании. С ними вообще нет проблем. Потому что разные есть инды, которые требуют умения растушевывать кремовые текстуры. Умения работать. Армани не требует. Любой человек может вот так даже пальчиком нанести, растушевать все отлично. Поэтому, если вы начинающий пейзажист, или вы просто только начинаете красить себя, то я вам рекомендую тинты Армани. Потому что с ними вообще все без проблем можно сделать. Сейчас я поищу еще девятый оттенок. Такой песочный коричневый, который тоже один из самых популярных тинтов у Армани. Я нашла девяточку. Посмотрите, какой красивый оттенок. Песочный. И очень мне нравится использовать его круглый год. Особенно, в принципе, летом. Летом он очень красиво на загорелую кожу. Он всем подойдет. Это такой не золотистый, не желтый, не такой явно песочный, а красивый песочно-коричневый оттенок. Красивый для всех глаз. Вот такой. И, конечно, он в новом формате тоже. У меня тут он заканчивается. Но сводч можно еще показать. В новом формате он есть. Обязательно его кроватый, холодный. Но девяточка, мне кажется, один из самых-самых популярных красивых тинтов у Армани. У меня еще есть синий-зеленый. Зеленый вообще хит для изумрудных макияжей. Он очень часто использовался и для клиентов, и на обучение. Это четвертый оттенок. Четвертый оттенок тоже есть в новой формуле и в новой упаковке. Как вы видите, что все оттеночки у Армани они не явные, так и не ядерные, что очень хорошо подходит для коммерческой работы, для коммерческого использования обычными клиентами. Ну, соответственно, и обычным клиентам в макияжах, визажистами. Они именно красиво, хорошо и приглушенно смотрятся на веки. Не создают ядерный какой-то взрыв в том-то и любовь клиентов к ним. Вот такой красивый оттенок. А четверка, мне кажется, один из самых-самых классных для изумрудных макияжей. Ну и синий, он тоже очень красивый, приглушенный. На счет этого оттенка не помню. Ну, кажется, он тоже был в постоянке, перенесен в новую формулу. Вот такой красивый. Ну и два новых оттенка, которых не было. Я решила попробовать. Вот этот оттенок очень любимый. Я вообще люблю персиковые оттенки. Это удобная, классная упаковка. Гораздо больше мне нравится, чем прежняя. Другой здесь спонжик. И, в принципе, текстура. Знаете, мне понравилось. Но я знаю, что некоторые клиенты ездили, собирали все старые версии, старые упаковки, чтобы как можно дольше пользоваться. Потому что им нравилась более такая водянистая, жиденькая текстура. Здесь она более кремовая. Уже нет этой водянистости. А мне это, наоборот, больше нравится. Очень красивый, каждодневный оттенок. У меня сейчас он в качестве основы под тени светлые. И он может именно для свадьбы в макияже и для повседневного на работу, на учебу. Прекрасный мой любимый оттенок. И новый оттенок 38. Это такой виноградный, виноградный сливовый. Он здесь немножко, видите, не взболтался. Вот он лежал. И поэтому такой вот разводами с микро-золотистыми такими частичками с микро-шиммером. В основе такой вот приглушенный цвет. То есть у него не чистая, это какая-то сиреневая база, а, соответственно, такой виноградный, грязноватый виноградный цвет. Но когда растушевается, смотрите, как красивый золотистый перелив шиммера. Самостоятельно его тоже можно использовать. Они достаточно хорошо держатся. Но я всегда немножечко закрепляю сухими текстурами, хотя они предназначены для самостоятельного использования. Разводитель так и заявляет. Можно не перекрывать. Есть еще оттенки, которые бы я хотела купить. Обязательно их куплю. Мне очень нравится. И обновлю старые версии, потому что все-таки, несмотря на то, что вышло большое количество аналогов Армани, Армани мне нравится все равно больше всего. Итак, сейчас покажу аналоги. Сразу более бюджетный вариант. Их часто сравнивают. Но я бы не сказала, что это одно и то же. Конечно, не одно и то же. Разные. Но, в принципе, очень неплохая формула. Наверное, вы многие знаете. Это люкс визаж. Белорусский кремовый, жидкий кремовые тени. Прекрасное качество. За вообще очень смешную цену. 200. Можно найти 150-250 рублей. И они не скукожеват века. Они немножко, конечно, более перламутровые, перламутровые, чем Армани. Вот в чем и отличие Армани. Армани обладает такой красивой текстурой и именно цветом без дешевого перламутра, что не все бренды могут повторить. Очень трудно было многим повторить, но люкс визаж, я не скажу, что они повторили, но они, как бы, может быть, издалека приблизились, что-то подобное сделали, но это не одно и то же. Сразу вам говорю, и часто в сети слышу, что многие сравнят с каким-то брендами, но я пока не нашла прям копию. Копии пока нет. Но, тем не менее, это отличные кремовые тени, бюджетные. Я самами пользуюсь и себе, и клиентам. Все отлично. Один из самых, конечно, ходовых оттенков это единица. Он чем-то похож на 12 оттенок у Армании. Ну, такой он цвет шампанска, очень красивый, немножечко более ярче, конечно, чем у Армании, но он тоже классный. Вот такой. Видите, он мягенький, хорошо тушуется, хорошо наслаивается, тоненький. Поэтому, мне кажется, Люкс Визаж наиболее близко подошли к формуле, повторили формулу Армании. Дальше я покажу персиковый оттенок, он чем-то похож, кстати, на 44 от Армании. Да, смотрите. Это двоечка у Люкс Визаж и у Армании 44. И давайте рядом сделаю 44. Ну, все-таки, как я и говорила, у Армании больше цвета, больше такого благородного цвета, а у более дешевых марок, в данном случае Люкс Визаж, у них больше перламутра, что немножечко их выдает и дешевит. В отличие от Армании, он все-таки насыщен цветом и нету явного вот этого предательского блеска, предательского перламутра. Еще очень красивые оттенки, это 5-6, 5 вот такой золотой, такой медный, вернее, ранний, не золотой, а медный. Терка красивый, особенно летом. И шестерка, это такой тауповый оттеночек, красивый тоже для вечерних макияжей. Есть еще в 14-м, такой более темный, более такой немножечко, ну, тауповый, хаки, такой прям более холодный, более прохладный, если его сравнить с шестеркой. Да, шестерка, то шестерка такая медная, кажется, а в 14-м более тауповый, такой прям холодненький, красивый оттенок тоже. Дальше очень популярными были вот такие оттенки от Catrice, это тоже бюджетный вариант, но мне они категорически не понравились. Вот эти тени кремовые, жидкие, они очень скукоживают века, и века как изюм. Я не знаю, я их купила, да, по отзыву блогера какого-то нашего, соответственно, купила два оттенка, хорошо, что не все, потому что так и не пользовалась, купила и не могу пользоваться. Напишите, есть ли у кого-то, это металлическая серия, Liquid Metal, вот Catrice, два оттенка, но они очень красивые, и они появились чуть раньше, чем Luxe Visage, поэтому я их купила. Они как бы похожи, очень между собой, прямые оттенки, но единственное, что текстура настолько сложная у этих Catrice теней жидких, что она не на всем веке, вообще я не нашла ни одного века, я на некоторых пробовала, чтобы они красиво лежали, они как-то высыхают, и они сушат века, поэтому не красиво смотрятся, а так казалось, вот такой достойный вариант Armani сначала, но они, видите, они тоже красивые, такие переливаются, плотненькие металлические, но они действительно с кожи в веке, несмотря на то, что тоненько ты наносишь, но все равно проблема. Кстати, если у вас есть, напишите, может быть, надо с ними как-то совладать, и подстроиться под них, и чтобы они не валялись, пользоваться. Поэтому жду ваших отзывов на эти тени. Еще хочу показать тоже такой вариант, который, наверное, год назад, два года назад, они были очень популярны, как бюджетные, ворвались на наш рынок. Это кремовые тени от Estrada, то есть жидкие тени, и аналогичный эффект, как у Catrice, то есть они некрасиво лежат на веке, вообще не держатся, но я приспособила их, я наношу их точечно, на внутренний уголок, в качестве акцента, очень-очень тоненьким слоем, красивые тут оттенки, их много там, не знаю, выпускают их еще или нет, потому что у нас так все быстро меняется, полгода, может быть, выпускают, а потом не выпускают, поэтому сейчас блогерам быть очень тяжело, нужно скупать все быстро, пока еще ничего не успели разрекламировать, другим сказала, что их можно наносить точечно, на внутренний уголок, на все века, как подложку, я бы их не использовала, вот розовенький, красивый, у меня 81, вот этот и 86, вот так они выглядят, есть еще очень много красивых там, с зелененьким оттенком, с желтым, у меня два, у меня два, и правильно сделала, что не накупила их много, они там дешевые, но они бы у меня валялись, как подложка их не нанесешь, популярные были в свое время, особенно, наверное, у визажистов, это тинты от Кайлин, это просто сумасшедший бум, года 2-3 назад, у меня очень много их, да, я скупила, наверное, почти все оттенки, единственное, сейчас Кайлин ушел с российского рынка, это бренд продолжает продаваться в Америке, все в порядке с этим брендом, все отлично, можно встретить на Wildberries, я недавно там даже покупала ходовой оттенок, самый ходовой сейчас покажу, это прекрасный оттенок, вот такой персиковый, персиковый, бежевый, очень красивый, он очень был популярный, это четверочка, и у меня, кажется, где-то новый даже лежит в запасе, потому что я боялась, что его не будет, очень много делала макияжа на этом, оттенки, ну, посмотрите, прекрасный, да, сейчас, конечно, полно аналогов, сейчас даже покажу, какой аналог можно использовать, если вы не найдете этот Кайлин, Кайлин металлическая серия, вот он так называется, но я вам советую его купить, потому что это божественный оттенок, прекрасный тинт, тинты Кайлин, они невероятно круто, держатся на веки, долго, намертво, и они не вызывают аллергию, проверенные тысячами визажистов, наверное, прекрасные, красивые оттенки, вот они как раз универсальные, их можно использовать для губ, и для глаз, у них даже там не указывается, у них там малиновые оттенки, они тоже могут использоваться для глаз, ну, это так и называется, тинт, не помады, то есть это тинты, проверенные, разрешенные для использования на глаз, и сразу хочу показать аналог, это Golden Rose, это тоже жидкие тени, но гораздо дешевле, 400 рублей стоит, 104 оттенок, но чуть больше, мне кажется, металлика, но очень близок, вот, вот Golden Rose, я растушевала, вот он, вот, а это Кайлин четверка, если не найдете Кайлин, смело можете искать Golden Rose, 104, вот такой, он, в принципе, очень похож, по качеству, прекрасные тени, Golden Rose, сейчас про них расскажу тоже, и по поводу жидких теней, Кайлин, огромное количество оттенков, поэтому они были очень популярны, конечно, их еще разрекламировали наши российские визажисты, все их просто безумно любили, они продавались в Beauty Drugs, был официальным поставщиком, официальным магазином, кто их продавал, поэтому, конечно, все визажисты, наверное, еще до сих пор помнят, у меня много оттенков, и они, в отличие от Armani, например, не высыхают в тюбике, вот, если ты их закрыл, они лежат достаточно долго, надеюсь, они будут еще долго лежать, потому что у меня их большое количество, это и прекрасные оттенки, которые можно использовать для губ и для глаз, вот такие оттенки мы использовали для глаз в качестве подложки, такой телесный кожаный оттенок, 64-ый, и его можно прекрасно использовать для губ, это большое количество и цветных тентов, то есть и зеленые прекрасные оттенки, и вот такие хаки, сейчас конечно не буду перечислять все это большое количество я просто имею ввиду я просто хотела вам сказать, что если вы столкнетесь с этой маркой, то вы смело можете покупать эти тинты в качестве кремовых и жидких теней это прекрасный продукт и в принципе цена не такая интересные оттенки, поэтому Кайлин были очень популярны большое количество интересных подложек и матовых серых вот как вот этот оттенок например 81 и каких-то темно-графитовых, сливовых почему только Кайлин ушел с российского рынка и не могу понять, может быть там что-то в договоре в общем какие-то такие коммерческие коммерческие вопросы но я бы была счастлива, если бы Кайлин вернулись обратно на российский рынок, хотя их можно заказать в принципе и с американского рынка, но там нужно по-моему до американского сайта Кайлин такое прям официально есть и остаточки по-моему есть на Валдберсе надо посмотреть когда мы начали разговаривать о тинтах Golden Rose у меня не вся коллекция и по-моему у меня 4 или 5 но вот 4, которые мне удалось сейчас найти а наверное самые ходовые самые ходовые у меня я была очень удивлена когда я познакомилась с этими тинтами это бренд Golden Rose не Robi Rose из 80-х, 90-х не путайте это турецкий бренд Golden Rose да и он очень качественный очень классный у меня есть помады мне тоже нравятся помады для губ там есть матовые, вельветовые не все мне нравится конечно там сухие продукты не покупаю но вот эти тинты я просто обожаю обратите внимание они составят конкуренцию дорогим тинтам уже один оттенок я вам показала Sun Kiss вот этот который похож на четверочку 104 он наверное один из самых ходовых самый-самый ходовой для естественных макияжей которые просят для коммерческих макияжей который просят у меня клиенты себе я его использую просто такой классный палочка-выручалочка дальше тоже очень красивый оттенок который я люблю себе тоже использовать это Moco он такой немножко хаки тоже такой популярный смотрите какая плотность да, какая плотность цвета просто великолепный тинт дальше прохладный оттенок тауповый ну как же без таких оттенков мне кажется это не из самых ходовых тауповых аки вот 105 тоже классный холодных серых макияжей прям серый ну так как серые макияжи сейчас популярные такие какие-то графитовые смотрите на этот оттенок он будет отличной подложкой для ваших серых макияжей и нашла еще один вот я говорила пять у меня от Golden Rose тоже очень классный коричневый оттенок ну Продолжение следует...